Всем привет! С вами Ирина. Спрашивали у меня, как поживают мои цимбидиумы, где они у меня стоят, как я за ними ухаживаю и так дальше и тому подобное. Так вот, свои цимбидиумы я выставила на окошко, то бишь на подоконник со стороны улицы. У меня там посажены цветочки в горшке и я поставила вот эти свои два цимбидиума. Мне очень нравится, что вот я их сюда поставила, вот такое ощущение, что они просто здесь должны стоять. Когда светит утром солнышко и вообще на протяжении дня у меня целый день солнце, потому что солнечная сторона, получается, что листья цимбидиума, они притеняют мою стойку, которая стоит сразу возле окошка. Поэтому на растения прямые солнечные лучи не падают, так как цимбидиум основное солнышко забирает на себя. Многие будут, конечно же, меня критиковать, что вот как я так поступаю с такими орхидеями, зачем я их выставила на улицу, какое прямое солнце. Дело в том, что действительно в прошлом году у меня цимбидиумы на солнышке почему-то горели. Я не могла понять почему. В ходе своих видео очень многие мне писали комментарии по поводу цимбидиумов. И одна девушка писала, что все-таки нужно выносить и приучать растения. Что я, собственно, и сделала. В этот раз я выставила растения где-то месяц назад. То есть, когда еще было немножко прохладненько, скажем так, я их выставила. И эти растения постепенно, постепенно привыкали к солнышку. Поэтому, когда у нас началась жара, порядка 30-35 градусов, было уже очень жарко. А вот эти растения у меня дальше продолжали стоять на улице. Я их не опрыскивала по листьям, чтобы не было никаких ожогов. То есть, забираю я их поливать в ванную, поливаю, промываю душем полностью по всем листикам. Промываю вот от пыли, от этого всего, потому что все-таки растения стоят со стороны улицы. А вот после этого у меня растения просыхают. И как только листья высыхают, вот только тогда я ставлю растения обратно на подоконник. То есть, я их не выношу, не ставлю мокрыми. Вот, сейчас у нас немножечко прохладненько. Бывает такое, что вот два дня назад и температура уже опускалась до 12 градусов. Но, тем не менее, я растения домой не забираю. Они у меня все вот эти экстремальные, скажем так, температуры переносят непосредственно на подоконники. Так что, я думаю, что вот эти понижения температуры должны все-таки сказаться на нашем цветении. В прошлом году, я думаю, что многие помнят, что у меня растение выпустило цветонос. Но, так как началась очень сильная жара, а у меня солнечная сторона была очень жарко. И растение просто все бутоны засушило. Вот, в этот раз, я думаю, что у меня получится. Потому что растения я выставила на улицу заблаговременно. И они постепенно-постепенно у меня привыкали к солнышку. И в последнее время, вот я заметила, что они у меня выдерживают прямые солнечные лучи. С листьями все в порядке. Вы видите, что нету таких вот засушенных концов листьев. Да, то есть растение абсолютно нормальное, здоровое, шикарные листья. Так что, пока что я за ними наблюдаю. Конечно же, если я увижу какие-то изменения в плане там ожогов или еще что-то, конечно же, я заберу эти орхидейки обязательно с прямого солнца. Но, пока что мы все выдерживаем. Так что, я за ними наблюдаю и очень-очень жду цветения. Молодые росты мои очень даже так подрастили. Одна орхидеюшка даже выдала мне еще один молодой рост. Он такой у меня подросточек. А вот эти, которые были молодые росты, они уже такие приличные подростки. Так что, уже, по сути, можно от них ждать цветения. Цветения, конечно же, я вам покажу. Цимбидиумы у меня стоят, никому не отдаю. Так что, как только у нас где-то что-то появится, такой вот намек на цветонос, я вам обязательно это все покажу. Ну, все. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, что я ответила на вопрос, который очень часто в последнее время задавали. Если у вас возникают еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok